Девушки отдыхают Мне кажется, это ветер оторвал Это же пластик, что его не оторвать? Никто тут его не должен Люди тут серьезные ходят Как часто здесь бываете? Три раза в неделю У нас группа здоровья Мы ходим 7-8 километров 4 гимнастики Конечно, мы приходим мокрые Но остановка как в глухой деревне Хотелось бы получше, конечно По закрытии Мы отправили фото помятой остановки в мэрию Там сообщили, что в течение двух недель Все отремонтируют Мы на улице Кольцевая Местные жители пожаловались нам Что здесь в 10 шагах от детской площадки Неподалеку от 42-й школы Совсем скоро открывается Алкомаркет А здесь, между прочим, очень много детей Привет, дети! Привет! Взрослые боятся, что посетители будут приходить в Алкомаркет Приобретать, например, пивную продукцию Желтопузико Идти с этим всем на детскую площадку Выпивать, а потом барагозить Вы знаете, это всех возмущает Я вот с бабушками гуляю Не должны располагаться такие магазины Рядом с детскими учреждениями От Нововилова Открылся уже такой магазин Я зашла, а они говорят А вот у нас тут и детская продукция Не только виноводочная Вы замечали, что дети заходят туда? Нет Он еще, во-первых, не открылся Они только стеллажи делают Вроде как рядом со школой Ругаются, что вы открываетесь Вы еще пока не работаете, ничего не продаете, да? К вам обратилась Потом обратилась Роспотребнадзор Это дали разрешение в администрации И мы тут, в общем-то, ничего сделать не можем Мы дозвонились в администрацию Свердловского района Там сообщили, что замечания и жалобы от жильцов уже получали И даже проводили вроде как расследование Все в рамках закона Вроде как вот это расстояние в 50 метров соблюдено А вот юристы говорят, здесь не все так просто Муниципальные власти, наша администрация Должна сама установить расстояние до мест продажи алкоголя У нас в Красноярске 50 метров для установления запрета На розничную продажу алкогольной продукции в стационарных торговых объектов И всего лишь 5 метров при оказании услуг общественного питания Даже если расстояние от забора до входа в алкомаркет соблюдено Люди все равно не согласные Наша дежурная группа в поисках кусачих собак оказалась в микрорайоне Пашины На улице Судостроительная Вот здесь, на этой детской площадке пару дней назад Бредячая собака куснула школьника за ногу не без последствий И местные говорят, что стаи здесь обитают давно Живут в районе строек Ну и собаки так периодически бегают Родители каждое утро сопровождают, встречают детей В департаменте горхозяйства, куда мы обратились, знают о проблеме Но сделать с этим пока что-то сложно Тем более администрация не может штрафовать застройщика Чьи сотрудники, подрядчики заводят себе вот этих вот собак на стройках Потом, возможно, бросают Существует такое понятие, как корпоративные собаки То есть к ним относятся те собаки, которых заводят для охраны строительных площадок Территорий баз С владельцами таких объектов проводят разъяснительную работу администрации районов На Судостроительной сейчас, конечно, выдан дополнительный план задания И туда подрядчики выезжают реально каждый день Пока отловили только одну собаку, потому что они, видимо, там мигрируют Жители подкармливают этих собак Много щенят, потому что постоянно к ним прибиваются другие собаки Собаку, безусловно, отловят, та, которая там кусается И чтобы как-то ускорить этот процесс, ну, что можно посоветовать Еще чаще звонить на линию 205 и оставлять заявки на отлов Это была дежурная группа «Свои новости» Сообщайте нам по телефону 202-22-22 Номер сейчас на экране Анастасия Цыганова, Дмитрий Кочетков, Новости Прима